Всем привет, меня зовут Настя. Мы продолжаем наш разговор о русской литературе второй половины 19 века и завершаем нашу беседу о войне и мире. Мы проанализировали с вами практически все произведения, основные мысли, которые касаются этого текста. И сейчас мы закончим с вами наш разговор, как раз обсудив эпилог. Потому что эпилог это фактически, наверное, ключевое место в развитии композиции. Мы не просто в конце прощаемся с героями и закрываем книгу, мы видим подведение итогов размышлением Толстого о самых важных размышлениях Толстого, которые сквозной нитью проходили через все произведения и в эпилоге раскрываются во всей красе. Раскрываются в эпилоге две мысли, мысли семейная и мысль народная, основные темы, которых Толстой касался на протяжении текста. Давайте сначала разберемся с мыслью семейной, попрощаемся с героями и дадим ответ на вопрос, а зачем? Собственно, в эпилоге все происходит именно так и почему именно в эпилоге Толстой рассказывает о развитии семей. В эпилоге мы с вами видим совершенно новую семью, которая живет в Лысых Горах. Это семья Пьера Безухова Наташи Ростовой, мама Наташи Соня, это семья Марьи Балконской и Николая Ростова, дети всех этих семей, плюс Николенька, сын Андрея Балконского, племянник Марьи, который на воспитании находится у Марьи и Николая и тоже живет в этой семье. Мы видим, что в одной семье соединились абсолютно разные прежде семьи, разные миры. И в этом Толстой видит очень важную философию, потому что в семье самое главное это гармония и внутренние ощущения общности. Семья, как правило, состоит действительно из очень разных людей. Семья может конфликтовать, люди могут как-то не соглашаться с друг с другом, обладать какими-то разными взглядами, но люди все равно дорожат друг другу, потому что им важнее то, какие они вместе, а не то, по поводу чего у них могут возникать разногласия. И перед нами в итоге в мысли семейной именно такая семья, идеальная, по мнению Толстого. И тут, наверное, сложно поспорить с философией именно о том, какая семья должна быть гармонична, и как люди должны все-таки стремиться решать какие-то проблемы разногласия ради друг друга. Мы с вами видим брак Пьера и Наташи. В прошлый раз мы уже говорили об образах этих героев и говорили о том, почему этот брак, почему это счастье идеальное по Толстому. Потому что Пьера и Наташа очень похожи, потому что они очень хорошо понимают друг друга, понимают буквально с полуслова, с полувзгляда. Наташа даже угадывает иногда какие-то слова, которые хочет сказать Пьер, и помогает ему лучше выразить его мысль. И действительно, сама Наташа, мы уже говорили об изменении ее образа, что она превратилась в флоритую самку и опустилась. Мы обсуждали, что это ответ Толстого, скажем так, на женский вопрос, что все-таки женщина не должна как-то иначе самореализовываться. Основная ее цель – это семья, по мнению Толстого. А с другой стороны, Толстой, если убрать этот взгляд и немножечко еще посмотреть, мы увидим, что он говорит еще одну важную мысль о том, что люди в браке, люди в семье, они меняются. Они уже не такие, как были в молодости. Это определенная инициация, это определенные изменения. Наташа Ростова тоже изменилась. Она уже не может быть вот этой тонкой, душевной девушкой, поющей. Она уже жена, она мать, у нее другие интересы, другие цели и другой внешний облик. Ну, тут мы уже с вами можем немножечко поспорить, как-то не согласиться с Толстым. Но в любом случае мы видим действительно очень теплую, любящую семью, где люди друг друга понимают. Похожая семья, точнее, тоже идеал счастливого брака – это Мария и Николай. Они отличаются от Пьера и Наташи. Тут нам показывается вторая модель хорошей семьи. Мария и Николай – это те люди, которые достаточно сильно различаются, но эти противоположности соединились. Потому что Лев Толстой не наделяет Николая Ростова такой же глубиной характера, как у Марии. Но, тем не менее, все равно Николай, он каждый раз подхватывает эту глубину Марии. Он постоянно удивляется ее миру, ее душевным переживаниям. Он не может их постичь полностью, как, например, Пьера и Наташа постигают друг друга. Но Николай все время… Николай очень любит Марию за это, очень ценит ее именно за вот это вот душевное состояние. И они тоже прекрасно понимают друг друга, воспитывают детей. И в то же время семья, конечно, может состоять из достаточно разных людей. Главное, как они объединяются и как они дополняют друг друга. Такой пример семьи у нас тоже здесь присутствует. Важно понимать, что Мария и Наташа становятся очень близкими подругами, потому что, несмотря на их различия, кажется, по ходу всего сюжета, мы видели, что они очень разные женщины. Марию все время, как бы, считают дурнушкой. Наталья всегда была очаровательной. Но в эпилоге мы видим, что эти две женщины очень похожи именно в своем стремлении. Они хранительницы семьи, они хранительницы устоев этой семьи. Они прекрасно друг друга понимают, они очень любят друг друга и довольны друг другом. И каждый раз удивляются сами себе, какие они прекрасны. Это очень здорово, это тоже воодушевляет нас. И мы понимаем еще раз эту семью как очень гармоничную, очень разную. В ней соединяется все разное, что было на протяжении произведения, то, что служило часто основой для конфликтов. Но именно в этой семье все это объединилось и стало гармоничным. Это очень важная мысль для Толстого. И еще раз повторюсь, тут, наверное, трудно с ним поспорить именно о том, что семья должна быть гармоничной, люди должны себя чувствовать там спокойно и желать в этой семье оставаться и в нее возвращаться. Так бывает в жизни далеко не всегда, как мы с вами понимаем. Но идеал этой семьи Толстой обрисовал. В эпилоге дается еще один интересный момент, который отсылает нас немножечко в будущее. Потому что очень хотелось бы, чтобы все было счастливо. И мы вот так сейчас описали это практически как хэппи-энд. Но есть, Толстой дает намек нам на будущий конфликт. Мы с вами говорили о том, что Пьер увлекается идеями тайного общества. И мы понимаем в будущем, что, скорее всего, он станет декабристом. И, скорее всего, он окажется в ссылке, и Наталья поедет за ним. И Пьер с его идеями реформаторскими, с его идеями служению народу, с его идеями довольно-таки прогрессивными и прекрасными, он сталкивается с Николаем Ростовым. А Николай Ростова Толстой описывал и рисовал все произведение как честного, храброго воина-офицера, который из юноши, который боялся ушибиться коленкой и плакал от этого, превратился действительно в русского солдата, победителя Отечественной войны, триумфатора и воина чести. И Николай Ростов, он служитель государства. Поэтому, когда они с Фьером обсуждают идеи декабристов, Николай говорит о том, что если будет дан приказ бить, мне придется это делать. И мы с вами сталкиваемся с таким очень интересным противоречием вот этого декабризма Пьера и служению государству Николая. Этот конфликт, конечно, дальше не развивается. Эпилогия, он чуть-чуть обозначается как наводка на то, что случится потом. А мы с вами знаем русскую историю, и читатели того момента знали, и они уже могут дальше сделать какие-то выводы о том, как сложилась бы судьба этих героев. Поэтому вот такую немножечко ложку дегтя в край картину семейной гармоничной жизни Лев Толстой так или иначе добавляет. Это первая часть эпилога. Мы с вами попрощались с героем, и мы увидели удивительную, достаточно гармоничную семью. А во второй части эпилога Толстой развивает уже свою философию, свою философию мысленнородную и свою философию об истории. Мы с вами еще раз проговорим, что Толстой историком не был. Его нельзя назвать ученым-историком. Да, для работы над двойным миром он читал разные источники, перекопал архивы, общался с людьми, но все-таки это не исторический документ. И Лев Толстой все-таки писатель. В первую очередь он осмыслял всю эту информацию как художник. Конечно же, он выразил свою концепцию, он сам размышлял и какие-то давал свои нравоучения. И тут мы можем с вами либо согласиться, либо нет. Но помню еще раз о том, что в первую очередь он писатель, не историк. Поэтому мы не можем вот это считать действительно какой-то исторической концепцией. Все-таки это авторская концепция Льва Толстого. Давайте с ней разберемся, что же он имел в виду и почему я даю вот это предисловие. Мы с вами уже говорили о том, немножечко касались мысли Толстого об истории. Он считал, что история это что-то стихийное, что это что-то предначертанное. Его концепция называется фатализм. Фатализм от слова фаталь, то есть судьба. То есть то, что должно случиться, то случится. Какой-то один конкретный человек не может повлиять на ход истории. И своими решениями он тоже не сделает ничего грандиозного. Именно поэтому Толстому так не нравится Наполеон. Потому что Наполеон считает себя личностью. Наполеон индивидуалист. И думает, что именно из-за его действий война развивается именно так. В то время как Толстой убежден, что историю делает народ. Историю делает совокупность решений каждой личности. Все это переплетается вместе, сочетается. И каким-то образом стихийно идет в какую-то сторону. И какой-то один человек не может взять и собственноручно решить. А куда это пойдет? И сейчас вот он внесет свою лепту, и все пойдет по-другому. Очень важна вот эта цитата, которая приведена на слайде. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается. Это Толстой описывал причины Отечественной войны. Почему эта война, собственно, случилась. И дальше он добавляет, чем больше этих причин появляется, тем больше мы понимаем, насколько они ложные. Что можно придумать тысячу причин, описать тысячу каких-то факторов. Но все это будет неправдой и несправедливостью. Потому что история это стихийное движение всех людей вместе воедино. И какие-то конкретные решения человека никак на него повлиять не могут. То есть Толстой отрицает все возможные какие-то логические предпосылки, рациональное познание истории. Для него это стихийное такое, нечто стихийное, стихийное явление. Конечно, это не историческая точка зрения. Это, безусловно, не научная даже точка зрения, а такая литературно-философская. Толстой, конечно, мог ее иметь. У каждого из нас есть право на свое собственное мнение. Но мы с вами понимаем, что все-таки это не научная точка зрения. Это точка зрения авторская. И, в принципе, она в чем-то, безусловно, справедливая. И Толстой в эпилоге выделяет такой интересный свой собственный термин под названием «раевое начало». Раевое начало – это чувство принадлежности к народу внутри каждого человека. Потому что, как мы с вами помним, Отечественную войну выиграл народ, по мнению Толстого. Да и, в принципе, это действительно так. Народ в смысле совокупности. То есть все-все-все люди любого происхождения, социального статуса, положения и прочего. В каждом человеке есть чувство принадлежности к народу. И мы с вами помним, что именно у любимых героев Толстого это чувство раскрывается. То есть Пьер, Наташа, Марья, Николай, Андрей Болконский – они раскрываются в общении с народом. Как его любимые герои, изменяющиеся герои. А те герои, которые с народом не взаимодействуют, Толстому не нравятся. И никак их развитие не происходит. Соответственно, если мы говорим о войне, и Толстой, когда объясняет причины каких-то исторических явлений, он объясняет это вот этим вот роевым началом внутри каждого человека. Чем оно сильнее, тем более объединенный народ, и тем больше шансов на победу. И поэтому, еще раз, действия какой-то одной личности никак не влияют на ход событий. Свою такую мысль Толстой закрепляет вот здесь, поэтому Кутузов ему нравится. Именно потому, что Кутузов не отдавал никаких распоряжений и не делал никаких схем или планов. Он внимательно следил вот за этим роевым началом внутри каждого солдата. И лишь направлял этот боевой дух в нужное русло. Поэтому он Толстому симпатичен и как бы подходит к его вот этой вот концепции. Еще раз проговорим, что Наполеон и Кутузов в «Войне и мире» – это не исторические личности. Это персонажи, которые Толстой наделяет определенными чертами, чтобы эту концепцию продемонстрировать. Конкретная личность не влияет на ход истории. На ход истории влияет объединение народа, причем стихийное и непреднамеренное. Искусственно его не создать. Это какое-то естественное, натуральное объединение. И только в этом естественном, натуральном, слаженном движении что-то идет вперед, и случается победа. В принципе, действительно, тут можно с Толстым во многом согласиться. Опять же, понимая, что это не единственное объяснение в исторических явлениях. Безусловно, присутствует в истории и рациональности. Кутузов тоже строил стратегии и планы по ходу войны, не только веря просто в своих солдат. Но к этой точке зрения тоже важно прислушаться и понять, что действительно, это достаточно важная такая философская мысль для понимания русской ментальности, что, в принципе, Толстой нам в данном случае описал. Таким образом, мы с вами заканчиваем наш разговор об этом очень серьезном и важном тексте для русской литературы. Большом, гениальном, грандиозном, который, если сейчас кажется непонятным, повторюсь, это еще раз ничего страшного. Впереди у вас еще много лет для того, чтобы к этому тексту подойти и прикоснуться. Но в любом случае, это большой фундаментальный труд, который объясняет, как мы с вами видим, и жизненные перипетии каких-то конкретных героев, и целую историческую философию, которую Толстой сам разработал и сам, собственно, как-то аргументировал и доказал в своем тексте, а не просто заявил о том, что он так считает. Спасибо большое вам за внимание. До встречи на следующем уроке.